Вернисаж, припорошенный снегом из мазков и штрихов. Именно такие ассоциации возникают при первом взгляде на работу юных мастеров кисти, участников выставки «Зимняя сказка». При новогодний вечер, время Рождества, ожидания и снежная ночь. Названия пейзажей, портретов и предметов прикладного творчества объединены одной темой – темой Нового года и Рождества. Эта выставка у нас проводится каждый год, она у нас традиционная. В этом году уже просто взяли сказку как тему, но так или иначе разрешалось сделать буквально и символ Нового года – это коза Малфея, и различные новогодние зимние пейзажи и портреты. Поэтому, я думаю, рождественская новогодняя выставка вмещает в себя все-все-все – все жанры, все стили, все техники, поэтому дети старались на славу. Гуашь, акварель, карандаш и пастель, мягкая игрушка и бумажная пластика. Техники, используемые юными художниками при создании работ, поражают своим разнообразием, как, впрочем, и сюжеты картин. К примеру, на одной изображена коза Малфея – не только символ грядущего года, но и знаменитый персонаж гляческих мифов. Кстати, один из рогов легендарной Малфеи стал пресловутым рогом изобилия. Кроме божественной козы, юные мастера кисти обращались к другим, не менее известным героям сказок. В детстве у меня самая любимая сказка была именно «Щелкунчик», и когда нам задали именно написать картину, связанную с Новым годом, я обязательно ее вспомнила и решила передать своей работе. Я хотела показать, как выходит зима, ну, как она для детей, насколько она, ну, яркая, интересная, ну, как развлекаются на каникулах, ну, и как выглядит волшебный мир зимы. Я решила изобразить девочку со спичками. На ней изображено, как девочка зажгла спичку и увидела образ своей бабушки, которая умерла. А почему ты решила выбрать именно этот сюжет? Ну, она как новогодняя, и мне ее всегда в детстве читала мама. Победители вернисажа будут определены в двух категориях. Десять ребят в старшей возрастной группе, другие десять в младшей. Церемония награждения «Двадцатки лучших» пройдет на каникулах. А пока у поклонников мира искусства есть прекрасная возможность проникнуться атмосферой чудес и новогодних праздников через творчество юных волшебников Брестской художественной школы. Виктория Дрогобецкая, Витархалявка, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы.